Способность принимать правильные медицинские решения является квинтэссенцией врачебной деятельности. Личность врача, его знания, интуиция, опыт, сбалансированность и, конечно, умение принимать медицинские решения в конечном счете определяют прогноз. Когда мы говорим о реализации концепции Primary PCI, принято рассматривать развитие острой стадии инфаркта на временной оси, состоящие из последовательных этапов. Первый – это этап с момента начала клиники острого инфаркта до обращения за медицинской помощью или премедицинский этап. Второй – этап с момента контакта больного с медицинской службой до его прибытия в госпиталь или прегоспитальный этап. Третий – это госпитальный этап, включающий поступление больного, его врачебная оценка и проведение Primary PCI. Функционирование на всех этих этапах отражает состояние медицинской системы в целом. От уровня медицинской информативности и грамотности пациента и его окружения до организации, до госпитальной и госпитальной системы медицинской помощи. Важнейшей характеристикой функционирования системы является оценка временного фактора. Мы же проанализируем временную ось с позиции принятия медицинских решений. Реализация концепции Primary PCI включает в себя принятие медицинских решений как минимум на четырех уровнях. Первый – это уровень больного или его окружения, самооценка состояния или оценка окружающих и вызов скорой помощи. Второй уровень – это уровень команды скорой помощи, диагностика, определение риска, решение транспортировки, прегоспитальный тромболизис или Primary PCI. Третий – это уровень врача-кардиолога. Тут я пропускаю уровень врача приемного покоя, так как большинство больных сегодня поступает прямо в катастроэзационную лабораторию или палату интенсивной терапии. На этой стадии происходит верификация диагноза, повторная оценка состояния, принимается решение о проведении Primary PCI окончательно. Четвертый – это уровень кардиолога-оператора. Включает решение, начиная от выбора места входа в артериальное русло до множества технических решений в ходе Primary PCI. Давайте проанализируем процесс принятия врачебных решений кардиологам клиники в момент поступления больного в госпиталь. Два вида мыслительных процессов лежат в основе клинического мышления. Первое – это синтетическое, объединяющее или контекстуальное мышление. Оно фокусируется на видении больного как части группы больных, имеющих схожий клинический синдром. Ключевым вопросом является, что общего у данного больного с группой больных, имеющих схожий клинический синдром. Данное мышление делает акцент на поисках критериев диагноза и их синтезе в клинический синдром. Принципы доказательной медицины в основном предполагают использование данного типа клинического мышления для постановки диагноза и выбора тактики лечения. Аналитическое или дифференциальное мышление фокусируется на индивидуализации каждого клинического случая. Ключевым для данного типа мышления является вопрос, что отличает данный случай от группы больных, имеющих схожий клинический синдром. Аналитическое мышление – важнейшая часть дифференциального диагноза, выбора лечебной программы и тактики ведения больного. При поступлении больного с болями в области сердца и подъемом сегмента эстильной электрокардиограмме, синтез полученных данных приводит к первой наиболее вероятной рабочей гипотезе. Допустим, острый инфаркт миокарда. Контекстуальный тип мышления был использован для постановки начального диагноза. Возможно, что изначально поставленный диагноз будет правильным. Однако, если врач остановит свой мыслительный процесс здесь, это чревато просмотрами, ошибками и осложнением. Следующий мыслительный этап – анализ первичного предположения и попытка его опровергнуть. Он начинается с вопроса, что нетипично для данной клинической ситуации. Характер боли, отсутствие факторов риска, история температуры, наличие стресса, тип подъема сегмента эстиль, отсутствие рецепрокальности на электрокардиограмме. Видение, не укладывающихся в типичную клиническую картину признаков, требует тщательного поиска глубоких знаний, опыта и концентрации на деталях. Именно эта стадия предполагает наличие находок, либо подтверждающих, либо отрицающих первичную гипотезу. Определяющей стадии клинического мышления является этап дифференциального диагноза. Эта стадия требует интеграции контекстуального и аналитического мышления. Контекстуальная оценка полученной информации позволяет выделить схожие клинические симптомы и синдромы, а их аналитическое сравнение обнаружит наиболее подходящие формы для данной клинической ситуации. Квинтэссенцией данной стадии является создание списка наиболее возможных клинических ситуаций, объединяющих состояние больного. Как правило, дифференциальный диагноз ST elevation myocardium function должен включать следующие клинические ситуации. Перикардит, такотсубокардиомиопатия, early repolarization syndrome, боли в области сердца на фоне persistent ST elevation, диссекция орты, пульмонарный эмболизм. Следующий этап клинического мышления определяется как Priority Setup. Основной задачей этого этапа является классификация, созданная на прежнем этапе списка возможных диагностических опций по трем основным критериям. Первое – это наибольшая вероятность диагноза. Второе – прогноз клинической ситуации, то есть опасность осложнений самой болезни или опасность лечения по поводу неправильного диагноза. Например, опасность провести тромболизис у больного с диссекцией орты или антикоагуляция и дабл антиплеклиц режим у больного с перикардитом. Третье – это важность временного фактора в лечении больного. На этой стадии используется сравнительное и абстрактное мышление. Сформированный по данным принципам список предопределяет первичное решение. Либо диагностическое, например, ЭКО или компьютерная томография по протоколу аортографии коронарных сосудов, легочной артерии, либо лечебное, например, Праймери, Писяль. Завершающим этапом является построение клинической концепции больного и принятие врачебного решения. Давайте проанализируем процесс принятия врачебного решения о показаниях к Праймери Писяль у больного с установленным диагнозом Эстия или Бэйшен и Май. С этой целью классифицируем возможные ситуации с помощью графика, состоящего из двух осей. Горизонтальная ось будет характеризовать интенсивность болевого синдрома от полного отсутствия слева до максимума справа. Вертикальная ось будет отражать выраженность изменений на электрокардиограмме от максимального подъема сегмента Эстии наверху до полной нормализации внизу. Итак, на момент осмотра поступившего больного с диагнозом Острый инфаркт миокарда, кардиолог может встретиться со следующими ситуациями. Вариант первый. Больной с болями в области сердца и подъемом сегмента Эстии на электрокардиограмме. Вариант развившимся инфаркта миокарда, он Гоингема, скорее всего на фоне полной обструкции коронарной артерии. Это классическая индикация для проведения праймера ПСИ. Второй вариант. Больной без боли в области сердца или с выраженным улучшением болей, но с оставшимся подъемом сегмента Эстии на электрокардиограмме. Данная ситуация может свидетельствовать о уже развившемся миокардиальном повреждении Эстеблиштемае или о частичной реперфузии эпикардиального сосуда. Также необходимо иметь в виду возможность эффекта наркотических анальгетиков на догоспитальном этапе, смазывающих клиническую картину в этой группе. Такому больному также показано проведение праймера ПСИ. Третий вариант. Больной с выраженным болевым синдромом, но с резолюцией сегмента Эстии на электрокардиограмме. Данная ситуация требует дифференциации между развившимся инфарктом миокарда, частичной реперфузией эпикардиального сосуда, возможными осложнениями инфаркта и другими причинами для болевого синдрома. В такой ситуации проведение праймери ПСИ также является обоснованным. Четвертый вариант. Это больной без болевого синдрома с резолюцией изменений на электрокардиограмме. Такой клинической картине может соответствовать спонтанная миокардиальная реперфузия, стенокардия Принц-Метова, спазм карандарных сосудов после применения кокаина и т.д. При этой ситуации артерия, ответственная за развитие инфаркта миокарда, скорее всего будет открыта. Не исключена возможность того, что мы называем иллюзией реперфузии, закрытый коронарный сосуд и уже развившееся миокардиальное повреждение стенокардиограмма. Данная ситуация чаще встречается при повторном инфаркте миокарда или в случае acute on chronic coronary occlusion при наличии выраженной сети коллитерального кровообращения. Нет достаточной базы о эффективности праймери ПСИ в этой подгруппе больных. Итак, после постановки диагноза ST-Elevation MI в рамках временного периода, подходящего для primary PCI, классическое показание для проведения primary PCI – это первая группа больных. Боли в области сердца и подъем сегмента ST на электрокардиограмме. Обосновано проведение primary PCI у больных с подъемом сегмента ST на электрокардиограмме без болевого синдрома, вторая группа. Болями в области сердца без подъема сегмента ST на электрокардиограмме, третья группа. Больные без болевого синдрома и с резолюцией изменений на электрокардиограмме должны быть лечены delayed PCI.